Классы стандартной библиотеки Java находятся в пакетах с префиксами java и java.x. Здесь я привел пакеты, классы из которых используются чаще всего. Копаясь в джарах, входящих в состав JRE, вы можете также наткнуться на пакеты com.oracle, com.san и массу классов. Классы являются спецификой реализации оракловой джавы и не предназначены для использования прикладными программистами. Во-первых, они доступны только в реализации java.oracle, соответственно, программа, использующая их, не будет переносима. Во-вторых, нет никаких гарантий, что эти классы не будут удалены, переименованы или другим несовместимым образом изменены в следующей версии джавы. Для пользовательских пакетов в java существует следующее соглашение. Пакеты принято называть в соответствии с доменными именами компании, продукта или проекта, в рамках которых этот код написан. Например, для моего курса на степик.org, согласно этой рекомендации, имя пакета должно начинаться с org.stepic. Код, который пишут в компании Google, будет в пакетах, начинающихся на com.google. Многие проекты, исходники которых хостятся на sourceforge, имеют имя пакета, начинающиеся на net.sf. Внутри уже можно заводить произвольную структуру под пакетов. Смысл правила про использование доменных имен при именовании пакетов состоит в том, чтобы снизить вероятность коллизии имен классов, написанных разными людьми. Благодаря этому можно, например, найти в интернете какую-то Java-библиотеку, скачать jar-ник, подключить к своей программе и не беспокоиться о том, что классы из этого jar-а будут конфликтовать с классами вашей программы или классами других подключенных библиотек. Помимо задания области видимости и предотвращения коллизии имен, пакеты могут служить для группировки связанных классов внутри программы. Например, все классы, относящиеся к ядру программы, могут быть собраны в пакете Core. Разнообразные утилитные классы в пакете Util. Подключаемые модули в пакете Plugins. Добавляемđ